И вот эти все 42 фамилии, они погибли на войне. А еще есть, которые воевали и вернулись. Странная какая-то была ситуация. Значит, вот взяли какой-то принцип, какой-то метод, что гагаузы не воевали. Они не воевали и в принципе их не должно нигде быть. Я стал в архивах, естественно, прямо ничего не найти. В монографиях ничего нет. Я уже стал записывать военные билеты, номера орденов, грамоты и так далее. И из каждого села. Больше всего документов соединялось в Камраде. Вот похоронные листы, которые прибыли туда, но никто их так и не получил. В 46-м году во время голодовки вымерли почти половина людей, уже не было кому присылать. И они так и лежат в военкомате. Потом есть список, мобилизованный в 44-м году. Непонятно. Потом их вернули. Но часть попала. Нету ничего не прослеживать. И так в каждом селе своя история. Кто-то в 40-м году мобилизовался на работу. Вот как здесь присутствует... Племянница. Вот этот материал я включил в последний момент, благодаря ее патриотизму. Николай Петрович ее пригласил до этого на мероприятие. И таким образом вводил контакты. Анна Николаевна, активисты. Вместе встречались, говорили. И вот человек, который воевал всю войну, записался добровольцем в 17 лет. Участник шторма Берлина, был тяжело ранен, буквально не ранен. Был связистом. Вот его документ. Он рассказывал, что 40 человек уехали в Брозный. Кого вам в 41-м году? 4 человека очень на фронт. А кто эти трое? Уже никто не узнает. Камрад, как город, как село, многих даже друг друга не знает. Вот я спрашиваю его, там уже не помню. Он был скромный. Летерант. И таких много-много-много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова